Приветствую вас, Владимир. Я думаю, что начать мой ответ нужно с того, что уточнить. Вот вы чувствуете вину. Вину за то, что делали какие-то вещи, да, не очень хорошие, что, там, стрепалось, как вы говорите, что вносили в СБСОР. Безусловно, не очень хорошо, но что сделано, то сделано. Как вы думаете, чувствует ли ваша жена, что вы позиционируете себя как виноватого? Я думаю, да. И именно потому, что вы позиционируете себя как виноватого, вы и не имеете шанса на примирение. Потому что нельзя примириться с тем, кто чувствует себя виноватым. Нельзя воспринимать того, кто... Его нельзя воспринимать серьёзно. Того, кто сам себя серьёзно воспринимать не может. Я также думаю, что вы, в силу того, что у вас достаточно проблемная семья, да, и что многие ваши родные были больны алкоголизмом, вы склонны к созависимым отношениям. То есть вы её нуждаетесь в том, чтобы делать что-либо для других. Вот. Но при этом мало что делаете для себя. Есть такая игра. Супручевская, она называется... Она называется Скандал. Называется Скандал. Вот. И если мы говорим в этом контексте, да, в контексте этой игры, то вам нужно посмотреть, почитать точнее, про эту игру, изучить её, эту игру. Потому что... Эм... Отчасти это про вас. А может быть даже и... Не отчасти. Понимаете? Вот. Вот. И... Соответственно, можно будет уже... Эм... И... Исходить уже... Из... Исходить уже из... Того, что... Вам... Что вас... Стимулирует на эту игру. Эм... Эм... Значит... Как бы там ни было... Что бы там ни было... Эм... Эм... Ваша жена на данный момент... Эм... Эм... Не с вами. Вот. Как бы это было... Неприятно, да, но она не с вами. Так получилось, так получилось, так случилось. От этого никуда не деться. Не уйти. И... И... Нужно исходить из... Того, собственно... Что... Есть... Сейчас. Вот. Если вы будете... Так друг другу делать больно, да... То... Я не думаю, что... У вас... Эм... Что-либо получится. Поэтому я рекомендую вам пока... Ее... Отпустить. Я рекомендую вам пока... Эм... Просто перестать с ней... Как-то... Взаимодействовать. Позволить ей самостоя... Эм... Принимать самостоятельные решения. Вот. Позволить ей действовать самостоятельно. И... Собственно говоря... Эм... Самому... 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 Эм... Самому заниматься при этом... С собой. Самому заниматься при этом тем, что... Ну, тем, что вам хочется, тем, что вам интересно, тем, что вам нужно, и так далее, вот. Это, на самом деле, более продуктивно, потому что, если ваша жена увидит, что вы меняете, скажем так, ну, стали другим, если вы больше обращаете внимание именно на себя, да, если вы больше внимания обращаете именно на самого себя, больше, больше заботитесь, например, о себе, вот, то и к вам, скорее всего, будет совсем иное отношение, пусть и, конечно же, не сразу, что пройдёт какое-то время, я так думаю, вот. Это нужно понимать. В этом, точнее, в этом нужно отдавать себе отсчёт, что сейчас, вот на данный момент, что бы вы ни делали, вы, скорее всего, свою жену не вернёте. Ну, просто потому что она уже ушла от вас. Как бы это было не печально, да, как бы это было не предсказанно, но она уже от вас ушла, вот. И, соответственно, если она выбрала от вас уйти, то это, это её, её справа, это её выбор. И если вы, в свою очередь, любите, ну, её, если вы, в свою очередь, любите свою жену, то вы, конечно же, позволите ей побыть без вас, ну, если таково её желание на данный момент, вот. То есть, с этим, с этим ничего не поделать. Так? Вот. Надеюсь, вы это понимаете, понимаете. Дальше. Дальше. Что-то вы рассказываете, да, по поводу ситуации с беременностью и прочее, прочее, прочее. Что-то вы рассказываете, всё это, это, безусловно, очень неприятно, вот. Безусловно, очень неприятно. Но, но я хочу сказать, я хочу сказать, что ваша жена здесь переносит ответственность с себя на вас, потому что она, по сути, значит, решила, она, по сути, решила, что вы, что вы, именно вы, должны определять, значит, будет ли у вас ребёнок или нет. Вот. На мой взгляд, это очень неправильно, потому что определяет это всё-таки она, ибо это ребёнок, опять же, опять же, ребёнок это всё-таки её, а не вы, а не ваш. То есть, понятно, что это ребёнок у вас обоих, но решение о том, что, чтобы, значит, чтобы рожать, да, понимает всё-таки она сама. А так получается, что она на вас, ну, впихивает вот это принятие решения, да, что она сама сомневается, да, сама сомневается в том, что стоит ли рожать, да. боится там по ряду причин, это не важно, не важно, вот, и на вас перекладывает ответственность за это. На мой взгляд, это неправильно. И здесь, конечно, имеет место быть в треугольнике Карпмана, вы можете о нем почитать в интернете, в интернете о нем есть вся информация, вот. И в данном случае ваша жена, она в некотором роде становится никем иным, кроме как преследователь. То есть она преследует вас, чтобы вы решили за нее вот эту вот проблему. которую решать, кстати говоря, нужно ей самой. Вот. Это в контексте беременности. В контексте беременности. Далее, значит, вот вы пишете, скандалили, прощали друг друга, нормальные отношения. Вот это меня очень сильно насторожило. Потому что, когда люди скандалят, это не нормально. При всем уважении, это не нормально. Ненормально. Ненормально, когда люди скандалят. Ненормально. Вот. Поэтому, тут вам нужно свою позицию. на мой взгляд, опять же, опять же повторюсь, да, на мой взгляд, только на мой взгляд, вам нужно свою позицию менять. Потому что скандал, это здорово, но если люди скандалят, то они должны обязательно вырабатывать какие-то решения. Да? То есть, ну, просто решения какие-то. То есть, вот мы разсорились, вот нам нужно будет принять какое-то решение. Вот. Если же решение никакого не принято, не было принято никакого решения, если, да, вот, то, а смысл тогда? Смысл тогда в сорок. Какая необходимость? Тогда получается, что каждый из вас, да, каждый из вас просто использует, просто использует, другого для выражения каких-то своих, значит, там, не знаю, эмоций, чувств и так далее. Вот. То есть, это абсолютно не конструктивно подобное. Вот. Ну, если вы, если вы именно ссоритесь и не вырабатываете каких-либо решений. Вот. Поэтому здесь нужны обязательно причины ссор. Далее. У вас не было очень долго своего угла. То есть, женщина, она не чувствовала себя свободной и не чувствовала себя хозяйкой. Вот. То есть, привыкла жить в незвободном. Вот. Ну, и очевидно, что тяготилась этим достаточно сильно. Вот. И тут тоже нужно понимать, что не хочет возвращаться она в дом, потому что у неё там неприятные ассоциации. Вот. Дальше. Вы, может, начали быть вместе тогда, когда начали встречаться. Когда она была, ну, по сути, по сути, ещё ребёнком. То есть, это было, ей было 17 лет. О. А, 17 лет это возраст, эм, ну, детский. То есть, она, ну, чего-то хотела, она, безусловно, чего-то хотела. То есть, что-таки было нужно. Вот. Эм, ну, сейчас она уже, уже подрослела, да, сейчас она уже лучше понимает, эм, как обстоят дела. Сейчас она уже, эм, ну, лучше отдаёт себе отсчёт в том, эм, что, что, что ей нужно. Вот. И я полагаю, что, эм, вполне себе может, эм, не захотеть, эм, не захотеть, эм, действительно, к вам возвращаться. Вот. А, просто потому, просто потому, что, эм, для неё это означает, эм, лишение свободы. Для неё это означает, эм, опять переход к вам под, эм, влияние. Вот. Что, безусловно, для неё не является чем-то, эм, ну, чем-то хорошим, правильным и так далее. Эм, хочу сказать, хочу сказать, немножко так, знаете, отдельно, да, чуть-чуть. Что, эм, значит, вы начинали с ней отношения, когда она, эм, была ребёнком, сейчас она уже взрослая. И вопрос у меня заключается в том, а воспринимаете ли вы её как взрослую? Вот, именно сейчас, на данный момент, вот, понимаете ли вы её как взрослую? Вот, это, конечно, очень и очень важно. Ну, для понимания вашей ситуации, которая с вами происходит сейчас. Дальше, эм, значит, так, вот, она говорила, давай, уйдём, вы, вы ей говорите, что, эм, не бросите бабушки до мастерства, вот. Значит, э, ну, и вот, э, то, что вы говорите, да, будем рожать, вот это вот меня, конечно, насторожило, насторожило меня это. А, потому что, ну, что, значит, ещё раз, да, что, значит, будем рожать, вот. Она рожает, не вы оба, а она, она рожает, понимаете, вот. А так вот, когда вы говорите, что будем рожать, это, к сожалению, это вот ориентир, я бы сказал, ориентир на снятие ответственности с себя. Снять ответственности с себя, э, значит, и перенос её на, или распыление её ответственности, вообще распыление, полное распыление ответственности, как, ну, вообще как таковой. Вот. Или это перенос ответственности, э, значит, с, э, ну, с больной головы на здоровую. То есть, то есть, то есть, вот, перенос ответственности с, э, её, то есть, это её делает её, это она решает, она решает. Рожать, будет ли она рожать, не будет ли она рожать, это, вот. А вы здесь говорите, будем. То есть, вы, это даёте, э, впечатление того, что, значит, что вы зависите, зависите друг от друга, чересчур, сильно. Вот. И это ни в коем случае не является чем-то хорошим. Вот. Ну и отсюда, 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 конечно же, идёт, э, её претензии. То есть, вы её спасли. Это вот, как раз, к вопросу о треугольнике Карпана, да? Вот. Вы её спасли. То есть, решили за неё, э, какую-то проблему. Вот. И в итоге, вы, в итоге, остались виноваты. Да? Потому что, ну, она, оказывается, она хотела чего-то другого. Оказывается, она хотела, там, расшелать, и, э, э, ваше, значит, э, ваше решение ей было вообще неприятно. Вот. Она хотела, чтобы вы, э, э, сами, да, решили так, как хочет она. Вот. Вот. А вы-то решили, по-своему. Вот этот вот, этот вот, этот вот, этот элемент созависимости, да, как раз таки. Вот. Вот. Этот элемент созависимости, о котором я говорил, он вот и мешает, на мой взгляд. Вам, э, быть, ну, в изначально хороших отношениях. Вот. То есть, вы вот говорите, да, что она любила, души не взяла, я отвечал за им. Ну, то есть, это, ну, тут, не про, не про это, да? Вот. Значит, что-то сорвите беременность. Это странно вообще, насколько, насколько, э, правомерно говорил врач. Э, вот эти вещи. Ну, вот, значит. Ну, и дальше вы скандалили. Мы думали, неделя, она на меня давилась, что будем решать. Видите, сама она решать ничего не хочет. Вот. Значит. Ну, и, э, с тех пор начал, э, э, у меня, у меня ад, куча боброк, недоверие, скандалы, перестало на него уступать. А, не очень несущественно. Понятно. То есть, э, вы говорите, куча боброк. Что это значит, куча боброк? Недоверие, недоверие к кому? Понимаете, да? То есть, недоверие к кому? А, в какой, собственно, стати, недоверие к вам? На чём, на чём основывалось, основывалось её недоверие к вам? Вот. То есть, я вот этот момент, э, как-то не очень понял. Она выпила, это её решение было. А она, судя по тому, что вы спишите, она обвиняла в этом вас. Ну, что, это вы её заставили. Вот. Вот это вот и есть, э, это вот и есть, как раз, э, все прелести, всезависимых отношений. Вот. Когда люди, э, не принимают решения сами, а перевешивают их на, на других людей. Вот. На тех, кто рядом, да, на тех, кто, там, ближе и так далее. Вот. Хорошо ли это? Ну, вот. Вы можете сами видеть, насколько, э, насколько это эффективно. Вот. Вы можете, вы можете сами, э, посмотреть, насколько это здорово. Далее. Значит, ещё одна беременность была, была спустя год. Ну, опять же, э, здесь, конечно, вызывает вопрос степень, э, степень осознанности, да. Вот. Там всё было быстро, мы сказали постоянно, из-за чего она, ну что, будем рожать, я ей хозяй как хочет. То есть, смотрите, в начале вы за неё решение, э, принимаете, а теперь вы уже не хотите решение за неё принимать. Вот. А она-то, она-то, э, ждёт, она-то ждёт, что вы примете за неё это, это решение. А вы не хотите принимать. То есть, у вас здесь, э, ну, тоже, э, знаете, такая, я бы сказал, э, недостаточно последовательная, наверное, модель поведения. То есть, э, вот вы говорите, да, что, сперва вы приняли за неё решение, а теперь вы отказываетесь принимать. Ну, это, это не последовательно. И ещё раз повторю, что, так, а, так дела не делаются, по крайней мере, с, э, ну, с ребёнком, да. То есть, если вот вы приняли, так сказать, на себя ответственность за принятие такого важного решения, как рождение или нерождение ребёнка, то, соответственно, нужно было до конца идти. Но вы не захотели. Вот, то есть, почему вы так говорили? Х, ХЗ, как хочешь. Она, значит, с подружкой съездила и сделала аборт. Опять же, непонятно, непонятно, почему она это сделала с подружкой. То есть, почему, она это, почему вы с ней не было? Или вы уже, ну, я не знаю, на тот момент считали, что она, там, совсем может справиться сама, или, или, или что-то ещё вы думали. То есть, тут вот, конечно, нужно, поподробно, 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 ну, иначе слишком сильный перепад. То есть, тогда, тогда вы её принудили делать то, что она не хотела делать, да? Тогда вы её принудили. А, сейчас она опять спросит, вы уже не хотите брать ответ. Это, конечно, для неё, одно чем, эээ, шаг назад. В любом случае, в любом случае. Так, значит, дальше, 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 дальше. Так, я понял, что теряю её, у меня куча работы, я не отдыхал нигде, никуда не ходил. Ну, вот, тоже очень важно, да? Почему вы так в ней относились? То есть, не гуляли, не ходили с ней нигде и так далее. С чем это связано? Конкретно. То есть, причины же этого есть, плюс, вы ещё играли, играли, эээ, в игры. Да, то есть, играли в игры. Ээээ, ну, сейчас. А, в танки, например, на то, что ей это не нравилось. Вот, то есть, вы явно удовлетворяли, удовлетворяли какие-то свои желания. Вот. Вопрос в том, какие. Вот, что, эээ, важно. Понимаете? Вопрос в том, вопрос в том, что вам было нужно, чего вы хотели. Эээ, вот, понимаете? Вот это, на мой взгляд, им нуждается в проработке номинационной. Потому что так получается, что вы вообще, ну, не свободны. Не свободны. Так, значит, она свободна. Она вот временно принадлежала сама себе, да? То есть, непонятно, что у неё с образованием, непонятно. А, значит, было ли у неё образование какое-то? А, есть ли оно у неё какое-то образование? То есть, ну, какие у неё, какие у неё интересы? Почему, почему, значит, бар, пиво, друзья? Как бы, а созидательная деятельность? Как же, эээ, как же, эээ, как же что-то создавать, да? То есть, полезно что-то делать. Вот. То есть, это вопрос, опять же, организации. Это вопрос организации. Это вопрос того, как вы организуете досуг, или лучше сказать, может быть, организовывали досуг своей жены, что она по барам там ходила и так далее. То есть, эээ, чтобы вы правильно поняли, да? Чтобы вы правильно поняли. Эээ, собственно, эээ, в самом, в самом баре и в самих друзьях ничего плохого нет. Чтобы вы правильно понимали. Эээ, негативное, скорее, то, что это происходит, например, систематически. То есть, вот, если это происходит систематически, системно, да, то, ну, то есть, эээ, как образ жизни такой сформируется, то вот это, вот это является уже достаточно тревожным, тревожным фактом, тревожным моментом. Потому что, ну, человек привыкает и, соответственно, начинает либо привязываться к алкоголю, что, понятное дело, плохо. Я думаю, что вы понимаете это сами, вот. Либо, значит, просто переставать нести ответственность. Эээ, значит, 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 за, за себя, за себя, самого человека, ну, что именно, что именно человек, именно человек перестает ответственность нести за самого себя. Вот, и всё это, по итогу, эээ, приводит к тому, что, ну, люди просто-напросто, по отдельности уже живут. Как вот у вас это произошло, что у неё своя жизнь, вот, своя жизнь, и она только лишь недовольна, вот, тем, что вы делаете. То есть, это вопрос общего между вами. Это вопрос того, что между вами общее, да. А, дальше, значит, вот, дома вы играли, да, с какой целью, что вы, что вы хотели этого не раскрывать никак. А, вот, я и вообще не изменял, хотите верьте, хотите или нет, не знаю, тут, как будто бы оправдываетесь. Ну, вообще, такое ощущение, что вы оправдываетесь. Вот, принял всё же к себе, зачем приняли, непонятно. Вот, ну, и, значит, тут вы рассказываете про, про то, что у вас, что вы унижали, сбегали, пытались помириться, опять же, с какой целью, да. То есть, предлагали ли вы что-то конструктивное, системное, кардинальное, вот, если нет, то смысл тогда, вот. Значит, вот вы, вы пишите, что была у меня, у меня, был у меня день рождения, она пришла, подарка не принесла. Вы сделали на этом акцент, то есть, да, я считаю, что она должна была, наверное, принести. Вот, значит, тут она уже сама, у неё там свои какие-то драганы в плане того, что она говорит. Ну, опять же, она сказала, что в этот дом не вернусь, да, и вы говорите, типа, если стоите ко мне, что значит, типа, вы до неё додумываете сами или что? То есть, тут непонятно. Вот. Вот она просит дать время, вы её не даёте, опять же, с какой целью, да. Вот, тут вы пишите, я уже и думать не хочу, что именно, не очень понятно, что, о чём именно вы думать не хотите. Вот, я ощущался, немножко начал ненавидеть её, опять же, опять же, за что? То есть, опять же, подумайте, за что вы ненавидитесь, ненавидите её? За то, что она стала источником, за то, что она стала источником ваших, ну, скажем так, проблем. Вашего плохого сумасшивости, ваших переживаний и так далее. Но, но, вопрос, который нужно поставить, вопрос, вопрос загружается в том, а, собственно, чья это ответственность? Что она стала источником, причиной того, что вы, там, переживаете или что-то в этом роде. Вот. То есть, если вы переживаете, то это ваша ответственность, ответственность? Как вы, вот как вы сами считаете? Ваша это ответственность? Или это ответственность, что же, её? Если её, то, по какой причине, вы так и вы так считаете, так думаете? Вот. Соответственно, нужно, вот, выяснять. Обязательно. Значит, начал стряпаться по силу, непонятно, что это, что вы это имели ввиду. А я в баре познакомился с девочкой, которая не знает ни меня, ни её. Она мне знавала её, когда, то есть, вы начали за ней следить, опять же. Вот. Это тоже достаточно интересный момент. То есть, в какой стати, вообще, вы позволяете себе следить за своей женой? То есть, тут вот, конечно, довольно интересный вопрос того, для чего вы это делаете. И что вы рассчитывали, там, например, ну, допустим, по итогу, да, получить? То есть, на что вы надеялись? Вот. Ну, уж, наверное, не, наверное, уж точно не на то, что она с пониманием отнесётся к тому, что вы сделали. Так, значит, я кипел, так, значит, у меня пару раз видели с ней подруги жены, ну, такая, что вы, что вы, что вы думали? Вообще, мне кажется, знаете, что у вас очень много третьих лиц в отношениях, вот прям, прям очень много третьих лиц в отношениях у вас. Я прямо думаю, что это нужно как-то корректировать, потому что не должно быть столько личных людей в отношениях между, ну, в отношениях между людьми. Не должно быть столько личных людей, а у вас прям их очень много. Я думаю, что это одна из тех ошибок, которые вы допустите, допустила. То есть, слишком много личных мнений, слишком много советчиков, слишком много тех, кто просто-просто без ответственности, даёт какие-то, там, рекомендации и прочее, прочее, прочее. Вот. Так. Тут вы пишите, что провожали её до дома, не очень понятно, как вы её провожали до дома, если вы не вместе. Вот. Вам она говорит, что любит другого, он просто на него похож, добивала меня как могла, опять же, выйдя с жертву, выйдя с позиции жертвы. Вот. Так. Раскрепал её подругам про этот вечер, забил на жену. Ты зачем? От обиды и от того, что слишком много, слишком много важного зависит от неё. Вот. Значит, ну тут у вас опять скандал. Я сам люблю её, пишите вы. Нет, вы её не любите, она вам нужна, но любовь это не любовь, это зависимость. Это зависимость. Вот. Тут вы себя обвиняете. Владимир, в общем, нужно не надеяться на что-либо, да, а анализировать своё поведение и свою установку менять. К себе, к жене, к женщине, мужскую модель поведения корректировать. Вот. Или с личными границами работать, чтобы не было у вас вот такого, что третьи лица влияют очень сильно на ваши отношения. Вот. И поменьше обращать внимание на то, что говорят другие, в том числе и сама жена, и побольше думать о том, что хотите вы и что нужно лично вам. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...